В Белграде провели городской этап Олимпиады по избирательному праву. Продемонстрировать свои знания на базе 48-й школы собрались полторы сотни учащихся общеобразовательных учреждений. Михаил Перетокин оценил уровень подготовки участников. 30 вопросов, 3 тематических блока и 90 минут на выполнение всех заданий. Участники городской Олимпиады – победители школьных этапов. И большинство ребят уверены в своих силах. Очень познавательно. Это новый опыт. Это получение каких-то новых знаний для себя. Я считаю, что это поможет мне в моей будущей профессии, так как я хочу стать юристом. Также Олимпиады по избирательному законодательству раскрывают не только моральную, но и правовую сторону избирательного процесса. Противники очень сильные. Я уже встречала их на других Олимпиадах, поэтому будет сложно победить. Но настрой у тебя какой? Настрой, конечно, боевой. Олимпиада по избирательному праву проводится в девятый раз. В городском этапе приняли участие полторы сотни учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений города. Кроме основного блока вопросов, школьникам предложили задания, которые отражают новшества в избирательном законодательстве. Прошедшие выборы были 9 сентября 2018 года. Выборы депутата Белгородского городского совета. Естественно, мы включили в перечень вопросов немного, что касалось и этих выборов. Были выборы президента в 2018 году. Соответственно, у нас есть вопросы, посвященные выборам президента. То есть мы разнообразим вопросы. Знакомство с избирательным правом должно начинаться со школьной скамьи, уверены организаторы. Такие олимпиады помогают сформировать у молодых людей активную гражданскую позицию. Уже в школе дети должны разбираться в том, какие есть особенности избирательного права, какие права и обязанности они имеют как граждане Российской Федерации, какое значение имеет их голос в будущем страны. И вот как раз олимпиадное движение позволяет ребятам это продемонстрировать. И чем больше будет участников в таких олимпиадах, тем прочнее будут позиции нашего гражданского общества. Победители и призеры будут объявлены 28 января. Им предстоит отстаивать честь города на региональном уровне. Михаил Перетокин, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.